Ребята, я может и выгляду сейчас смешно или даже странно, но так как я жду пока откроется автостанция, прямо практически у ворот, просто на лавочке сижу перед трассой, так страшно, люди ходят, таксисты, вечно спрашивают, надо такси или нет. Короче, я оделась очень тепло, одела шапку, одела рукавицы, одела шарф, пододела еще один свитер, нацепила его на нос и вот так сижу, вроде теплей становится, сейчас колбаски возьму, поем, которые мне мама Наташа в дорогу положила. Самое обидное, что хостел я так и не нашла, а деньги у меня есть, потому что мне отгордал в дорогу, пусть там не какие-то миллионы, но обязательно в дорогу мне деньги дал. Я сегодня, блин, бегала то, где я знаю, где мог быть хостел, но мест не было. Даже на букинге я уже интернет словила еле-еле, все равно не было почему-то мест свободных. Ребята, колбасу покупали прямо на ходу перед автобусом. Мама Эдгара мне таких две палки положила, она сыровяленая, с белой плесенью, очень хорошо не пропадает и даже если нет ножа, ее можно кусать. И хлебцы рисовые у меня есть. У меня в дорогу столько всего, я вам положила мама, и орешки были с сухофруктами, с всякими разными, смесь там целой орехов. И вот это вот две колбаски, и бананы были, и хлебцы, и хлопушки. Ну такое в дорогу вот сухое, что хорошо, от чего не должно быть поносов, всякой фигни. Сушки были ванильные и есть до сих пор. Сырные сушки я открывала, грызла, еще есть у меня. Воды. Короче, много чего из еды, целый пакет у меня. Таскать его, конечно, тяжело, но сейчас я уже больше половины поела, потому что я не ожидала, что я останусь ночевать прямо на остановке в Москве. Это все из-за того, что автобус опоздал. На границе нас сильно долго держали, плюс мы вернулись туда, потому что кого-то там не пропустили, они попросили вернуться, но их в итоге все равно не пропустили, много времени потеряли. Плюс я сегодня всю Москву объездила по всем станциям, то за билетами, то туда, то сюда. Наконец я села в автобус. Мы уже едем очень долго. Это Воронеж. Такая красота, как Одесса прям кажется. Очень красиво. Я уже, ребята, никакая. Перед рейсом на Донецк зашла на рынок, купила такой сыр. Мне, кстати, не совсем понравился. Колбаски еще подобрала. И белочку бабаевскую взяла. Очень вкусная. Жалею, что взяла не больше, но денег уже не совсем много было. 300 грамм купила. А еще на остановке уже так хотелось мясо. Водитель брал, и я взяла шашлык и лепешку, как лаваш. Вкусно. Наконец я въехала в родной город. Наконец я в Донецке. Спасибо всем, кто смотрел меня. Ребята, это такая поддержка. Спасибо Эдгару, что в дороге не дал умереть, и его мамочке. Боже, я дома. Попросила у девочки папе позвонить и вызвать такси. Зашла попить, купила пиццу, томатный сок, садочек. Я есть хочу. Что-то не могу. У меня, знаете, прям аж с дороги голодуха пробило. А у меня из еды там остались какие-то сушки. Ура! Я дома! Добралась! 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 Разбираю чемодан, ребята. Вот эту шоколадку мама Эдгара передала папе. Она напополам лопнула серенада. Но ничего страшного. Это мне запас. Ехала в дорогу тоже. Мама все передала. Мало ли что. Капец. Только, только, я не знаю, только вот все, все в дорогу мне положили. И мне все это пригодилось, потому что сколько меня не было, сколько я сидела три дня вот это вот в этих поездках. И знаете, что случилось? У меня так отекли ноги. У меня так отекли, вы представляете, три дня просто сидеть. Я вставала, ходила с этим чемоданом. У меня папа говорит, я бы долбанулся с таким чемоданом тягаться. Он мне его помогал на верх нести, на четвертый этаж. Я чуть не офигела. Я уже и ходила. И когда холодно было, ходила. Потому что сидеть постоянно нельзя. И у меня ноги просто вот такие огромадные. Я уже не буду показывать. Сейчас буду перекушу, скупаюсь и буду спать, отдыхать. Ребята, ну я так рада, что я дома была. Точнее, что я домой добралась. Уже голова не соображает. Такая у меня соседка классная была в автобусе. Водители были классные. Водитель один вообще мне шашлык свой пожертвовал. И говорит, не беспокойтесь, пока я тут не дождусь шашлыка, у нас автобус не поедет. А я думала, что сейчас уже уедут без нас. Это вообще, это такой был эксперимент, потому что Россия для третьих стран границы толком не открывала. Там есть соответствующие категории граждан, которые могут только проехать. Но так как я из Донецка, то в России по закону Донецк и Луганск могут проезжать, если ты в базе есть. Я уже не могу разговаривать, ребята. И это был эксперимент, потому что первый рейс, самолеты, блин, поотменяли, доехали до границы. Дальше как хотите, идите, пройдете. В России вас уже встретит автобус. Не пройдете, я не знаю, что тогда с вами делать. Сколько меня и на Латвийской держали, везде держали. Ну, наконец я добралась. Все, ребята, всем спасибо, кто писал, кто переживал, кто звонил. Спасибо вам большое. А еще я взяла с собой пончика. Это моя панда, которую мне на какой-то праздник, по-моему, на День Святого Валентина Эдгар подарил. Все. Маску, ребята, ехала в такси в маске, потому что у нас маски вроде уже не совсем обязательны, но таксист говорит, если вот ГАИ останавливает, я одеваю маску и вы одеваете маску. И поэтому да. Вот, ребята, пиццу купила, я не знаю зачем, но так хотелось есть. Я по-быстрому, потому что папе позвонила с чужого телефона, Феникс дома оставила. Говорю, папа, через 15 минут вызывай такси, потому что я быстро в магазин забегу. И он таксисту, хороший парень такой молодой, объяснил, какая девушка, в чем она будет, с чем она будет. И он подъезжает такой, говорит, здравствуйте, девушка, а я за вами. Такой парень, молодец, быстро так приехал. И томатный сок, садочек, литр, такой тоже в Латвии продает. Ой, ноутбук мой классный, новенький такой совсем. Сейчас, ребята, буду выгружать сумку, только одну вот с едой, что у меня была. Чемодан не буду разбирать, просто буду ложиться, потому что ноги, я не могу просто присесть, у меня ноги опухшие. Из хлебцев, я брала с собой хлебцы вместо хлеба, осталось вот три штуки, это первый раз или четыре даже, когда у меня осталось. Это рисовые, очень классные. Мама Эдгара мне, знаете, что положила? Говорит, мало ли что, дорога она такая. Это вообще эти, как они называются, хлопья для завтрака продавались по очень хорошей цене. Они в Риме были по 2,70 или по 2,60 чем-то. Знаете, какие тролли мировой тур? Мы сняли коробку, упаковку, и по 99 центов они были по акции в Бете, и мы купили. Но я их привезла целые, передаю привет, кто смотрит это видео. Буду с молочком пить, никуда не выкину, не пропадет, не волнуйтесь. Ребята, это я когда шашлык покупала, вот такой с меня едок. Я хлебцы на хлебцы напала, очень вкусный лепешка, очень вкусная такая вот, это как армянская или какая. Вот я чуть-чуть, ну да, он толстый такой, видишь, папа, как лепешка такой. Я чуть-чуть только съела, ничего страшного, доедим. Ребята, а такого вы точно не видели. Смотрите, все, когда ехали на автобусе, водителя просили заехать на определенную остановку и спрашивали, будет ли там сгущенка, которую все берут. 120 рублей, полтора литра. Вы представляете, 8,5% это самая вкусная сгущенка. Моя соседка, москвичка, она приехала сюда к маме в Донецк, она взяла ведро вареное и вот такую вот две бутылки. Она 120 рублей, говорит, вы нигде такую не купите. И я взяла, попробовала сначала у них, они наливают попробовать, и трубочки со сгущенкой у них есть. Что варенка вкусная, что вот это вот сгущенное молоко. Бомба, 120 рублей. Во, масса нет, 1460 грамм. Очень, очень хвалили. И самое интересное, что я похожую видела у нас в республиканском, но она не такая. Там нарисована корова, и люди говорят, что она очень такая, знаете, как, ну, не такая. А вот это вот люди специально едут. Так, у меня было две пачки сушек. Одну мне мама Эдгара ложила с этой, с сыром, а это ванильные. С сыром за три дня я заточила, 150 грамм здесь, по-моему. Мини-сушка. Они такие маленькие, хорошенькие. Ехала тоже, то я женщину конфетой угощу. Бабаевский, вот этот вот, хотела сказать, мясокомбинат. Бабаевский шоколад, вот эта белочка. У меня, кстати, еще есть конфетки тут. Я ей дала конфету, она мне с Воронежа какие-то воронежские дала. Ой, ребята, куча вот таких казинаков, это тоже все с Латвии. Все, все, все. Мама Эдгара меня не бросила голодной, все мне накладывала. Я говорю, да куда же? Папа, он лежит, говорит, вот это молодцы. Молодцы, что молодцы. Другие ими не спросили. Едь уже. Воды бы, да, простой не дали. Папа вообще в шоке, как меня провожали. Ну, в приятном шоке. Вот опять казинаки. Там целая сумка. Они были в упаковке. Там, по-моему, был килограмм их. И вот они. Боже, сколько казинаков. Вот они, вот эти конфеты. Это бомба. Вот в Латвии есть белочка. Их белочка латвийская от лаймы. Очень вкусная. А это именно от Бабаевского. Вот этого вот. Вот написано Бабаевская. Ребята, вот Бабаевская белочка написано. Очень вкусная. Такая у нее, знаете, картинка, как вот раньше. Такая очень приятная. Бумажка тут такая запечатана. И что я хочу сказать. И самое интересное, что вот лето, жара была уже, когда подъезжали мы в Донецк. Жара неимоверная. Тут там холодно, север. Ни одна конфета не потаяла. Ничего не потаяла. И даже сгущенка прохладная. А не было возможности даже дышать. Душно-душно в автобусе было. Все, ребята. Чпок-мок. Ребята, не обращайте внимания. Тут есть захотела очень сильно. Еще не кушала сегодня ничего. Уже обед. Когда я сидела на автовокзале, вот эту колбасу грызла. К автовокзалу часа в 4 утра приехал таксист. И в 5.30 он должен был встречать кого-то из Донецка. И он говорит, девушка, можем вам пряник дать, бублик. Я вас видела еще на остановке. Вы сидели. Шапку одевали, пялили. Не пойму. Говорит, что это за девушка? Откуда она? И помочь вроде хочу. Вы ничего не подумайте. Меня даже охранник знает. Я каждое утро здесь таксую. И пока автобусы ходят. Если, говорит, хотите, вот сядьте в машине, погрейтесь. Чемодан можете просто облокотить. Что б мы его никуда не ставили. А я думаю, блин, чужой какой-то человек. Но мне уже было настолько, ребята, пофиг. Я просто села и грелась. Он мне и пряники, и сникерсы предлагал. И, говорит, я б чокнулся, если б я никого тут не встретил. Потому что, вы представляете, мне тут полтора часа сидеть. Я говорю, а вы представляете, сколько я сижу? Потом два мужика тоже ходили-ходили. На автовокзале встретила их. Они такие, девушка, у вас нет сигаретки? Я говорю, да нету. И они такие сидят. Говорит, а мы вас очаровители. Вы там что-то шапку одевали. Мы, говорит, хотели к вам подойти. Но мы, короче, очень сильно замерзли. Автовокзал закрыт. Сидели на лавочке в сквере. Там за кладбищем. И, говорит, бухали. Короче, пипец. Ой, я дома. Я с непривычки захожу. Я давно не была дома. Так красиво у меня. Так чисто. Так необычно. Томатный сок, ребята. Помыла тетрапак. Пью прям с горла. Ммм. Ммм.